Мне показалось интересным, что Макрон заявил себя как представитель европейской демократии, он говорил о Навальном, он говорил о Белоруссии, он громче всех призывает Александра Лукашенко к уходу. Мы знаем, что у них даже был несколько, что называется по-английски TEF, слегка обмен мнениями по этому поводу, потому что Макрон сказал, вам нужно уйти, Лукашенко сказал, вам тоже нужно уйти, потому что у вас желтые жилеты, вам уже было два года назад уйти. И мы знаем, что Макрон встречается со Светланой Тихановской, кажется, сегодня в Литве он там с официальным визитом, и она попросила встретиться, и ее слова, что он очень важный европейский лидер, и как очень важный европейский лидер он может повлиять, опять же, все на того же Владимира Путина, который потом может повлиять на Лукашенко. То есть вот такой непрямой обмен влиянием, и продолжающиеся требования к России о расследовании с Навальным, уже не с Германией, поскольку Германия как бы замешана уже в скандале, проблеме с Навальным, потому что она взяла Навального, она нашла новичок, она не дает России информацию и так далее. То есть у них уже там какие-то трения, то есть не какие-то трения, а вроде Франция сейчас может вступить. Я думаю, что это очень хорошо играет на руку Макрону, потому что он действительно, Ангела Меркель, уходит, и он, в общем, пока остается или хочет остаться во главе французской, как бы во главе европейского сообщества, как сейчас уже важный и опытный политик. Хотя Лукашенко ему сказал, что он совсем неопытный и еще маленький. И второе, что мне, в общем, произвело впечатление из речей, которые мы слушали, это речь Эрдуана, он была, в общем, он, конечно, великолепный оратор, оратор мы знаем, у него очень много есть возможности сдерживать критику Европы, поскольку через него проходят многие беженцы, и он периодически говорит, что если вы будете меня критиковать за то или за это, я вам сейчас открою границы, и вот они побегут. Так что это такое, в общем, да, у него такой хороший есть сдерживатель. И я думаю, что вот то, что это обострение, которое мы сегодня наблюдаем, в общем, очень опасное обострение в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, с моей точки зрения, не только показывает слабость Владимира Путина, потому что уже это уже сколько у него проблем и скандалов на его границах, вот той империи, которую он себе, помните, мы в прошлый раз говорили, Путин первый, той империи, которую он хочет собрать. То есть ясно, поскольку Россия, у нее интересы и там, и там, и она не определена и так далее, и она занимается сейчас Белоруссией в том виде, в котором она занимается, что неизвестно точно, чем они там занимаются. А Эрдуан очень сурово и строго подтвердил турецкую приверженность к азербайджанскому делу, азербайджанской стороне. Как вы помните, совсем недавно признали армянский геноцид Турции, чего Эрдуан никогда не простил и не простит. То есть продолжает такая долгоиграющая игра установить себя как мирового лидера. Я думаю, что смотря на речи в ООН, это, безусловно, прозвучало. Ну и, как, естественно, Путин и Сизипин, их речи важные, такие общие о том, как нужно быть мировыми лидерами. Это, в общем, еще очередной раз, конечно, показывает, что Соединенные Штаты уже больше не выглядят как главные представители и демократических ценностей, и даже избирательных ценностей. Мы знаем, что Дональд Трамп уже несколько раз отказался сказать, что он уйдет, если он проиграет, потому что, конечно, он проиграть ни в коем случае никак не может и так далее. Так что, в общем, опять же, как я уже сказала, у ООН была такая латмусовая бумажка того, как себя позиционируют, ну, как всегда, это не было оригинальным. Но интересно было, что, поскольку это было виртуально, то это, в общем, как все на экране, это очень сконцентрировалось как посыл, как послание, как пиарный, как рекламный ролик.